Всем доброе утро! Проснулись утро 1 января, такое какое-то, оно как всегда у всех. Досидели вчера до полтретьего. Ну так, то чуть-чуть посмотрели телевизор, то музыку послушали. Так, всё тихо, по-семейному, по-спокойному. Настроения особого праздновать не было, но всё равно собраться нужно. Я сижу с мокрой головой, поливала, с одной стороны мокрое, поливала орхидеи и набирала в баклажку воду из крана, как хлюпнула, но очень сильно. И облила меня полностью в голову. Купание 1 января. Так что пришли на кухню, уже пьём чай. И будем сегодня начинать, продолжать свой день. Но он, конечно, очень короткий, этот 1 января, обычно очень короткая. Потому что, ну вот, мы проснулись в пол первого. В пол первого, покуда вышли, сейчас немножко и в 4 уже начнёт темнеть. Никаких особых планов на сегодня не запланировано. Будем доедать прошлогодние салаты. Сегодня утром проснулись, Лада говорит. Ещё 365 дней, год только начался, а мы уже ёлку нарядили. Ой, ну посмеялись чуть-чуть. Так что, вот так вот у меня сползает, штатив не сильно держит. Я, кстати, смотрю, уже пол головы снимает. Так что, сегодня такое планируется фильмы посмотреть. Ну, в общем-то, как и у всех, снега не было, не выпало. Хотя обещали небольшой снегопад. Но, кстати, у нас на послезавтрашнюю ночь обещают минус 17. Представляете? Мы не представляем, что это будет голая земля. Если, конечно, чуть-чуть выпадет снега, то будет как бы получше. А так, минус 17 на ночь на голую землю. То есть, у нас всё растаявшее, всё поморозит. Вообще, непонятно, как это будет. Ну, посмотрим, как оно будет. Вроде бы, как и говорили вчера, что ничего не будем такого сильно много наготавливать. А получилось, что целый стол. И то-то, то-то хочется попробовать. Ну, а сегодня сели у нас завтрак, чайпитие с тортиком. Мама пекла тортик. И утро у нас сегодня с тортиком. У меня кофе с мороженым. Обедаем. Было перед Новым годом. Не трогайте, это на Новый год. А теперь быстро съедайте, потому что скоро всё пропадёт. Не стали даже перекладывать в маленькие тарелочки. Всё стоит просто кастрюльками на столе. Ну, кому хочется мыть? Никому. Каждый себе наложил. И едим. Вышли прогуляться. За столом уже сидеть невозможно. И с кровати перекладываться на кровать с одного бока на другой тоже невозможно. Потому что вечер обещают быть... Как это? Ну, короче, накачали фильмов. Накачали фильмов. Будем смотреть фильмы. И нужно пройтись, прогуляться. В общем, для полного счастья не хватает мороженого. Фрукты есть. Сделаем сейчас фруктовый салат. И идём за мороженым. Ну, и пройтись хотя бы чуть-чуть. Рассрести то, что наели за ночь. На улице зимно, морозно. Ноль градусов. Ой, ну, так, свежо. Идём гуляем. Уже и закат у нас там. О, даже закат видно. Уже и закат. Вот это так и проходит 1 января. Не успел проснуться. Уже потемнело. Собиралась вообще... Начала смотреть маршрутку, чтобы пойти на маршрутку. Муж говорит, нет, пойдём пешком. Как раз и прогуляемся. Я хотела на маршрутке подъехать к магазину. А потом обратно пройтись. У нас тут идти 15 минут. Ну, получасовая прогулка. Туда-обратно. Как раз пройтись хорошо. Вдохнуть хоть свежего воздуха. Пришли с магазина. Купили вот такое вот мороженое. Очень даже известное мороженое у нас в Харькове. Ну, и в Украине, кто ближе к востоку. Так вот, самое интересное. Я глянула, я ж испугалась. Дата стоит до когда годная. До 25-го года. Это вообще очень много. Как говорят, натуральное. Но оно, в принципе, нормальное. Это фирма мороженого. Ну, как-то 2 года срок годности у мороженого. Это прям страшно. Вот. Ну, обычное белое в тубе. И начали приготовление салата. Значит, кто любит такой салат, тот будет салатом есть. А кто не любит, то просто мороженое. Мелко нужно порезать все фрукты, которые есть. Мы, как бы, к этому специально готовились. Мандарины у меня здесь порезанные. Вот оранжевые. Апельсин. У меня еще есть маленькая клементина. Мандарины. Клементина. Вот. Они тоже другого вкуса. Поэтому вкусно будет, когда вот попадаются в салате разного вкуса. Это Коля уже начистил. Киви порезал. Груши. Эти, правда, еще зеленые. Но они уже такие более-менее мягкие. С гуманитарной... Когда давали нам гуманитарную помощь, то попались вот такие вот груши закрытые. Консервированные. Сюда сейчас порежу. Яблоки. Бананы. В общем, всего, чего пожелает душа. Но вкусненько. Надо, чтобы все было сладкое. Аппетиты растут. Уже взяла большую кастрюльку. Не, шучу. Большая кастрюлька только для того, чтобы перемешать. Сейчас перемешаю. В общем, все у меня здесь фрукты. И груши, и яблоки, и киви, и апельсины, и мандарины, клементин. Бананы. Груши, яблоки. И груши консервированные. Теперь я хочу его перемешать. Вот так. И тут уже, как говорится, чего душа желает. Можно с мороженым. Можно без мороженого. Можно мороженое и с шоколадом чуть-чуть посыпать. Здесь уже на фантазию. Но получается очень вкусно. И какие хотите, конечно, можно фрукты. Мы вот именно любим в таком исполнении. И с мороженым. Мороженое, конечно, лучше есть, когда оно немножечко подтает. Вот насыпать сейчас в креманке. И потом сверху мороженое положить. И чуть-чуть оно должно подтаять. Можно полить. Кто любит всякими заливочками, орешками. Ну, это уже по желанию. Я люблю вот просто фрукты и мороженое. И вот Коля положил мне уже мороженого. Чуть-чуть потает. И потом... Но для меня это очень вкусно. Люблю такие салаты. Это считается у нас как бы новогодний салат. Вот чего-то. Можно, в принципе, это делать очень часто и много раз. Но именно этот салат для нас почему-то ассоциация Нового года. Колина мороженое. Выглядит вот так. И еще сюда решил добавить сироп. Блю Курасао. Из которого делают голубую лагуну. Ну, в общем-то, здесь все варианты, которые только можно придумать. Уже, видите, забирает. Обзнаю. Все варианты хороши. Видео второго дня. Всем привет. Продолжение моего видео. Но уже следующий день. Чем заняться? В связи с последними событиями настроения вообще как бы нет. И если нет настроения, как говорится, возьми, да поубирай. Навела немножко порядок на кухне. Печку отмыла. Мою любимую черная печка. У меня, ну, коричневая, вы видели. Не покупайте никогда коричневую печку. Это, ну, прям, ну, целая проблема. Все на ней видно. Все. Это возле нее надо стоять и без конца ее мыть, драйвить и все такое. И вот еще на Новый год хотела, как бы уже начинаем подъедать. Все, салаты уже подъели. Осталось там, ну, чуть-чуть совсем. И остался бульон. Варили мясо. И вот бульон этот остался в холодильнике. И, я думаю, может сварить какой-нибудь супчик просто на бульоне. Так, ну, на один раз поесть. Хочу еще сделать картошку. Еще хотела на новогоднюю ночь сделать. Но все как-то проголосовали за пюре, картошку. Ну, а настроение и желание-то осталось. Поэтому уже и картошку съели, та, которая с новогодней ночи. И, думаю, может сделать сейчас по-селянски ее. И, как бы, очень будет, очень даже ничего. Влада предложила сегодня сделать моти. Так что сейчас, чуть попозже, ну, закончу с этим. И сделаем на вечер, или вечером, или мотим. Вот так. В принципе, все нормально. За исключением некоторых событий. Начистила уже картошки для супа. И вот такая вот решила все-таки сделать по-деревенски. Полила подсолнечным маслом. И засыпала вот такой приправой картошки, которую покупала. Где мы гуляли? В росте мы гуляли. Вот. И покупала там вот такую приправу до картопли. И духовка у меня уже греется. Противень с пергаментом. И на пергамент сейчас буду выкладывать картошку. Картофель уже в духовке. Готовится. А у меня еще и супчик варится. И хочу приготовить вот как заправку для супчика клетки. Для этого мне понадобится 100 мл молока, 2 яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки куркумы и 100 грамм муки. Замесить тесто. Такое оно получится жиденькое. Но так нужно замесить, чтобы не было комочков. Удобнее это, конечно, делать вдвоем. Через шумовку нужно наливать большой ложкой это тесто в хорошо кипящий суп. И тогда выпадают вот эти маленькие крошечки этого теста и быстро свариваются в кипящем супе. Конечно, как приспособиться, то можно это делать и самому. Но я делала это первый раз. Кстати, очень осталось довольно супом. Получилось очень вкусно с этими клетками. Но помощник должен быть для первого раза. Мы таким способом клетки никогда не делали. Делали галушки и делали клетки другим способом. Но именно вот такими маленькими в первый раз. Но, честно сказать, очень понравилось. Будем делать. Очень красивый получается супчик. Зелень немного бросили. И я уже попробовала. Получился очень-очень вкусный. Вот эти вот клетки. Просто обалдеть. На завтра передают у нас уже морозец небольшой. Ну, там до минус трех, по-моему, что такое. И мы пошли срезали свою петрушку, которая у нас росла прямо с огорода. Сейчас переберем. Это вообще смехота. На Новый год, уже даже после Нового года, делать заготовки из петрушки. Ну, а что вот в этот суп, который я варила. Бросила свою петрушку, не мороженую, ничего. Вот прямо с огорода. Вкусно же? Вкусно. И здесь вот переберем. Она, конечно, в большей степени страшненькая. Но перебрать пучок, два-три, можно насобирать. Все же лучше, чем покупать. Картошечка готова. Аромат стоит вообще невероятный. Семья голодной на ужин не останется. Садимся ужинать. Дошли руки до моти, так сказать. Влада сегодня готовит, а я оператор. И вот поставили на весы. Все отмеряем. Клейково риса. Все как в рецепте сказано. Молока добавили с водой напополам. Сахар. Ну, все как положено. Начали замешивать тесто. И вот добавили уже краситель. И оно у нас получилось чересчур какое-то густое. Мы немножко его развели еще молоком. Ну, вроде бы нам понравилось все. Обтянули пищевой пленкой. И отправили в микроволновку. Ну, вроде бы все получалось до определенного момента. Так, как мы смотрели на другом видео. Сделали заливку фруктовую. И сделали заливку из крем-сыра. Все получилось вкусно. Так, наступил самый страшный момент. Когда нужно вымесить тесто, чтобы оно не прилипало к столу. Оно только к столу не прилипает. Ой, не волнуйся. Еще следующий момент страшный. Это когда его нужно будет слепить. Сказали, что если смазать перчатки подсолнечным маслом, то оно не будет липнуть. Ну, согласна. Не липнет так, как к рукам. К рукам липло еще хуже. Но к столу так же и продолжает липнуть. Вы уж меня, девочки, извините, что я не записала все видео, как я это лепила. Потому что вот это, что оно у меня сейчас липнет к перчаткам, это еще было цветочки. Ну, потому что дальше было еще хуже. А там нужно было слепливать с начинкой. У нас стояли на кухне все. Мама стояла с вот этим джемом малиновым. Влада стояла с крем-сыром. Ну, накладывала, в смысле, на мотти. Я разматывала весь этот кусочек мотти. В общем, сейчас я вам покажу, что вообще получилось из этого всего. Сам процесс, как лепила, не снимала. Потому что у нас просто не хватало рук. Намучились мы с ним капитально. Ели слепили. Ну, в общем-то, мы закончили лепить мотти. В общем-то, смотрите, что у нас получилось. Здесь у нас вот так вот красиво все. Ну, все нарядно вот так вот. Мало того, что это должны воссоединиться вся семья. Лепили. Я лепила. Влада накладывала крем-сыр. Мама накладывала вот этот киселик этот. Теперь самое интересное. Смотрите, у нас вот здесь вот так. И тадам! Получились наши мотти. Ой, насмеялись. Получилось то, что вообще не получилось. Все рвется. К рукам прилипает. Сейчас только отмою кухню. И будем пробовать. Сюда надо вставить видео. Вот ожидание и реальность. Я сейчас вставлю в половинку. Это будет ожидание. Реальность. Поставлю. Просто сравним, у кого лучше. Так, ну что? Налепили этих залипух. В общем-то, все было хорошо до того момента, покуда нужно было их слепливать. Не смогли мы их так выместить и до того нужного консистенции. Я так понимаю, может... Ну, в общем, непонятно. Потому что липли очень к рукам. И подсолнечное масло, вот как они говорили, нужно брать и это все делать не получилось. Как говорится. Так что... Ну, как получилось уже. Хорошее настроение. Насмеялись тут со всеми. Не знаю, такие, конечно, они страшненькие. Но попробовать надо. Следующие наши моти будут уже покупными. Мятный вкус. Очень вкусные получились. Правда. То, что они не держат форму. Следующие моти уже нужно попробовать, когда они будут приготовлены кем-то. Профессионалами. Была проблема у меня в слепливании. И в перчатках, и без перчаток. Все очень липло к рукам. Ну, попробовали, подняли настроение, пообщались, посмеялись. Вот так вот у нас получилось. На этом заканчиваю свое видео. Тем желаю мира, добра, всем пока. Следующийвар. Следующийвар. Следующий,